Привет, друзья! Снова с вами канал HDLessus и мы продолжаем ремонтировать мой Nissan. Сегодня на очереди у нас замена шаровых опор. Скажу наперед, левую сторону я уже заменил самостоятельно, потратил 4 часа. А почему я их потратил, смотрите в этом видео. Прежде чем лезть менять шаровую опору, я посмотрел видео в интернете, как это делается. Там у людей эти шаровые чуть ли не от удара молотка вылетают. На самом деле это ни хрена не так. Я промучился 4 часа и мне пришлось пилить рычаг, чтобы достать эту шаровую и поставить новую. Поэтому на правой стороне я уже знаю, как делать и покажу вам видео. В целом на данный момент тачкой доволен. Кроме заправки, больше никаких вложений она не требует. Те запчасти, которые я купил еще после покупки машины, до сих пор по чуть-чуть меняю. Не требуют никакого критического ремонта. Единственное, что там в планах, хочу подварить пару дырочек, потому что планирую на этой тачке покататься еще зимой. Хочу подварить пару дырочек, чтобы в салоне не было снега. А так тачкой вполне доволен за свои бабки. Она уже откатала их буквально за 2 месяца. Итак, мы сняли колесо. Нам предстоит замена стоек стабилизатора и шаровые оборы. Для этого ремонта обязательно понадобится болгарка. Не знаю, как у кого, у меня шаровые и кувалдой пытался, и греть пытался. Пока не разрезал рычаг, шаровая не выпала. Потом пришлось варить рычаг, чтобы шарова держалась. Очень трудно еще достать рулевой наконечник. Те, у кого он давно, он закисает. Гайка-то откручивается легко, чтобы его выбить, портится здесь резьба. Поэтому нужно подставлять какую-то гайку, которую не жалко, и с помощью нее выбивать. Поэтому сейчас все покажем. Итак, первое, что мы снимаем, это рулевой наконечник. Для того, чтобы вывернуть колесо как можно больше. И рулевой наконечник не ограничивал ход колеса. Это делать не обязательно. Если у вас можно сделать на подъемнике, то на подъемнике можно без выворачивания колеса все это снять. Но на полу это удобнее всего. Даже яма здесь не поможет. Я уже пробовал с ямы, с ямы неудобно. Проще сделать все на земле. Итак, смотрите, мы гайку открутили не до конца, чтобы не повредить резьбу. Теперь нужно молотком стучать и пробовать вытащить наконечник. И вот так вот играемся минут 10-15. И так выбить удалось с помощью вот такой вот вилочки. Пыльнику здесь. Большая и толстая жопа. Будем менять пыльник и заодно забьем смазочки, которые я люблю забивать в любой шарнир. Шарба 4. По моим ощущениям, она реально добавляет жизни деталям. Очень хорошо, что у тебя пол гаража запчастей от BMW. И пыльничек на рулевой наконечник подошел от задней стойки стабилизатора. Они вот идентичны. Сейчас забьем смазкой. И можно ставить. Смазочка набита. Пыльник поменял. Та, с помощью этой смазки, конечно, становится намного тяжелее подвигать этот палец. То есть, эту смазку реально рекомендую. Шарба 4, не обязательно этот бренд. Шарба 4 реально продлевает срок службы шарниров в подвеске. Так, когда мы отсоединили рулевой наконечник, у нас появляется доступ к вращению колеса. Как нужно. Выворачиваем его в левую сторону. И приступаем к откручиванию гайки шаровой опоры. Далее. Нужно использовать ключ на 22. И придерживать ключ, стучать молотком. Я попробую. Так не получается. Ставим ключ. И молотком бьем против часовой стрелки. Итак. Дальше мы выкрутили шаровую опору. Единственный момент, что гайка упирается в шрус. Соответственно, нужно потихонечку выбивать шаровую опору, а потом выкручивать гайку. Выбивать я ее буду с помощью вот такой вот вилки. Она очень хорошо меня поручает. Пыльнику будет жопа. Но он мне и не нужен. Фух. Спустя 5 минут попытки сбить шаровую пока ни хера не получается. С левой стороны было намного легче. Но я буду продолжать стучать. Параллельно открутил стойки стабилизатора. Посмотрите, в каком у нас состоянии. Тут уже одно название. Откручивается все легко. Гаечка на 14. С правой стороны намного легче откручивать. С левой стороны у меня все закипело. Не было возможности правильно открутить. Пришлось приснимать стабилизатор. И долезть до вот этого крепления было нереально. Здесь очень удобно подлезть головкой. Здесь можно ключиком. Все снялось. Буду продолжать лупить шаровую. Аллилуйя. Спустя 20 минут я это сделал. Дальше, что нам потребуется. У меня есть инструмент вот такая штука для разжимки стопорного кольца. Стопорное кольцо у нас установлено вот здесь. И вот наших два пазика, за которые нужно цепляться. Так, первое есть. Второе есть. И растягиваем. Есть одно. Раздвинули. Вот из-за чего я потратил 3 часа на левой стороне. Шаровая опора. Стопорное кольцо снято. Но выбить ее не получится. Даже если я в прошлый раз на левой стороне снимал рычаг. Просто практиковался, чтобы понять, как это все меняется. В итоге снимал рычаг. Снимал стабилизатор. Стабилизатор. Потратью кучу времени. Эффекта по выбиванию шаровой не дало. В итоге сейчас я буду резать вот здесь вот ровненько. Разрежу вот так вот рычаг. И шаровая опора выпадает. Мы вставляем новую. Ставим стопорное кольцо. И электродной сваркой ставим точечки. Так, этот болт мы открутили. Передний сайлентблок переднего рычага на 22. Вот здесь два болта на 17. Для откручивания заднего сайлентблока переднего рычага. Скоба откручена. Вот она. Болтики на 17. Вытащить рычаг не удается. Потому что он упирается в стабилизатор. Стабилизатор настолько широкий, что его отогнуть ломиком не получается. Нужно будет снизу болтики на 14 приспустить скобу с втулкой стабилизатора. Тогда она вылезет. Простым путем пойти не получилось, как обычно. Хотел, блядь, ускорить процесс. В итоге затянулось все еще дольше. Рычаг я скинул. Сайлентблоки в порядочном состоянии. Это хорошо. Но насколько я распилил, она все равно не выбивается. Буду выбивать ее в тисках. Как выбью, вернусь. Эта сволочь не хотела вылазить. Вот так вот распилил рычаг. Сейчас буду его сжимать и заваривать. Вот что пришлось сделать шаровой. Вот здесь распилить, здесь распилить. Потому что прикипела намертво. Но в итоге сбросить ее удалось. Сейчас будем ставить новую. Шаровая новая поставляется вот в таком комплекте. Стопорное кольцо, гаечка, штуцер. Для закачки жидкости, вернее, смазки. И сама шаровая. Шаровую вставить сейчас будет очень легко. Она вот вставилась. Зажимаем ее стопорным кольцом. Зажимаем в тисках и завариваем вот здесь. Итак, шаровая одета. Колечко стопорное зажато. В тисках рычаг стоит. Значит, сейчас электродной сваркой нужно заварить вот тут рычаг. И прихватить шаровую по кругу. Как видите, пыльник уже другой. Короче, не ожидал. Я варил рычаг и так увлекся, что сгорел оригинальный пыльник на этой шаровой. Хорошо, что опять же запчасти от BMW у меня есть. Я нашел подходящий пыльник от рычага. Одел, поэтому будьте осторожнее. Видите, зажал хомутом белым. Но зато добавил смазочки и буду сейчас ставить. Также не забывайте снизу одевать штуцер, который позволяет в дальнейшем под давлением закачивать смазку в шаровую. Почему я ее так заварю? Потому что это шаровая обслуживаемая. В ней можно менять смазку и она будет ходить долго и счастливо. По крайней мере на мой век хватит. Попутно буду менять стоечку стабилизаторов, потому что вы видели в каком она состоянии была. Но это самое легкое. Вот так вот идет две резинки, но мы снимаем одну шайбу, одну резиночку. Итак, почти собрано все. Собираем также все в обратном порядке, как я и показывал в начале. Не забываем закрутить все болтики, гаечки. Порядок затяжки рычага. Вначале задний сайлентблок с кобой зажимаем, потом передний, потом шаровую, потом наконечник. Если вы сделаете наоборот, вам будет сложно вставить передний сайлентблок. Итак, очередная серия японского порно подошла к концу. Надеюсь, тебе это видео было полезно. И ты какие-то, может, нюансы почерпнешь из этого видео. И тебе это поможет сократить время. Потому что каждый раз, когда я пытаюсь сделать все по-быстрому, я в гараже зависаю на весь день. Но зато какой кайф, когда ты это делаешь все сам. Это все на твоей ответственности. Не надо платить мастерам, которые ничего не делают или делают не до конца. Поэтому ты сделал сам, сэкономил бабки. И оно работает. Это самое главное. А каким способом и сколько время, это не важно. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайки. Буду рад тебя видеть на своем канале. Скоро будет еще одно видео. Поэтому до встречи. Пока. Пока.